Добрый день, уважаемые участники Международного научного симпозиума «Личность в пространстве возможного». Предлагаем вашему вниманию доклад на тему «Трансформация эмоциональных компетенций подростков в условиях цифровой социализации». Современную социальную ситуацию развития подростка невозможно охарактеризовать без учета влияния цифровых технологий и их эффектов, распространяющихся на все сферы жизнедеятельности, от межличностных коммуникаций и организации быта до образования и сферы развлечений. По данным доковидного периода, Россия по количеству пользователей сети интернет обгоняла все развитые европейские страны. Это все позволило ввести в научный обиход понятие цифровой социализации как важнейшего аспекта формирования и существования современного подростка и активно разрабатывать методологию исследования цифровой социализации. Социализация подростка – это процесс двусторонний. Это и усвоение подросткам социального опыта, и активное воспроизводство им системы социальных связей через вхождение в социальную среду. Существенную роль в процессе социализации играет усвоение социального опыта переживания и выражения эмоций и воспроизводство стратегий эмоционального переживания и реагирования. Одним из важнейших результатов социализации выступает эмоциональная компетентность, связанная с умением понимать собственные эмоциональные состояния, способностью различать и понимать эмоции других людей, способностью использовать словарь эмоций, умением проявлять эмпатию, определением эмоциональных переживаний по внешней экспрессии и способностью к адаптивной эмоциональной саморегуляции и регуляции эмоционального поля межличностного общения. Эти эмоциональные умения являются и результатом, и основой для социализации в целом, а также предикторами социальной компетентности, субъективного психологического благополучия и профессиональной успешности в будущем. Логично предположить, что в условиях цифровой социализации, когда за онлайн-ресурсами и социальными сетями прочно закрепляется статус важнейшей для подростков платформы освоения различных социальных ролей, экспериментирования с идентичностью, игр с эмоциональным состоянием, самореализацией, когда интернет является культурным орудием, способствующим порождению других, отличающихся от привычных оффлайновских способов деятельности, культурных практик, феноменов, значений и смыслов, когда виртуальное общение осуществляется с использованием закодированного языка эмоций как заменителя невербальной возможности репрезентации своих эмоциональных состояний и имеет место своеобразие процессов протекания межличностного восприятия в условиях отсутствия невербальной информации или части каналов ее поступлений, изменяются пути и способы освоения и воспроизводства социального опыта, эмоциональных переживаний, проявлений и регуляций происходит трансформации в формировании эмоциональных компетенций подростков. В результате актуализируется необходимость исследования проблемы влияния цифровой социализации подростков на формирование эмоциональных компетенций в плане трансформации структуры эмоциональных компетенций, трансформации традиционного соотношения нормопатологии, пересмотра возрастной нормативности и ее вариаций, пересмотра соответствующих развивающих и коррекционных технологий, выделения особенностей цифровой среды, определяющих изменения в развитии эмоциональных компетенций подростка, и определения рисков чрезмерной вовлеченности подростка в онлайн-среду и цифровую реальность для негативной трансформации или редукции эмоциональных компетенций и нарушения социально-психологической адаптации и психического здоровья. Речь идет не только о теоретической концептуализации, но и о разработке новых диагностических моделей сформированности эмоциональных компетенций подростков, социализирующихся в условиях цифровой реальности. Продолжение следует...